Всем привет! И вот наконец-то мы подходим к моменту, когда начинают сниматься вот эти ограничения, связанные с карантином, самоизоляцией. И в прошлый раз мы говорили о том, что как только будет понимание, тогда снимется это все, карантины, то мы подумаем о сборах спортивных. Вот наконец-то этот момент настал. С 1 июля борцовский клуб проводит спортивные сборы в поселке Шипси. Мы там уже сделали 5 раз подряд в течение 5 лет. Дорогие друзья, ну а мы всегда рады будем видеть Сергея Юрьевича, Мамура, Аркаша. Всегда приходите к нам в гости. Всегда от души всех благ. Счастливо! Очень хорошее место. Уже такое опробованное, уютное. Горы, море. У нас будут тренировки. Поэтому любой желающий, кто хочет присоединиться к нам, может это сделать. Можно мне написать в личку в инстаграме, в директ. У нас будет 3 тренировки в день. Утренние зарядки в горах. Это техника. Помимо нагрузки, там еще будет много техники обязательно. Это дневная и вечерняя тренировка на ковре. У нас будут все аспекты. Это будет партер, много отработки техники в партере. Это будет бросковая техника обязательно. Это будет ударная техника. Это все аспекты ММА. Мы все затронем. И команда, которая уже набирается, это сильные ребята. Но в том числе есть и не очень опытные. Поэтому для всех будет там место, так сказать. Так что, если есть желание, присоединяйтесь к нам. Кстати, по поводу соревнований. Наконец-то уже понимание приходит к тому, что размораживаются лиги спортивные, ММА. И уже надо готовиться к соревнованиям. И сейчас уже очень много предложений для наших спортсменов начинает поступать. И в прошлый раз мы рассказывали про Амазонку. И сейчас вот как раз можно усугубить. Для нее как раз таки есть движение. Да. Все, заезжай. Заезжай я тогда, да? Да, мое. Все. Да, можете заезжать. Хорошо. Амазонка. Привет. Чего не захочите? Вот так вот. Вот так вот Амазонка нас всегда встречает. Сегодня мы дома в Амазонке находимся. И сегодня прекрасная погода. Обсуждаем планы. Как будем дальше тренироваться по самоизоляции в этой. А если еще учесть, что ее готовы подписать сейчас и в Беллатор, и КСВ. И мы вот сейчас думаем максимальную стратегию. Лучшую в этой ситуации сделать. Да? А можно говорить? Да, да, да. Слушай, ты готов в Африку полететь? В Африку? Да. А что там в Африке? Промоушен есть такой. Один, он позиционирует себя как африканно-европейский. Они проводят турниры в Африке и в Европе. Поговорил с ним по поводу Ани. Так. Он там является вице-президентом этой организации. Вице-президентом. Ну, короче, тот из руководителя там. Ну, и вот он предложил мне сейчас контракт для нее. Короче, разные варианты для Ани. Мы как раз приехали для того, чтобы обсудить с ней варианты. Сейчас менеджер Ани, да, там Роман, он связался с Беллатором и с руководством организации Беллатор. Это второй по величине мировой промоушен после UFC. Сначала UFC, потом Беллатор. И Ани предлагают контракт с Беллатор. Но в более высоком весовой категории, нежели она выступала. То есть она выступает 52 килограмма, ей предлагают 57. Но они готовы ее подписать уже на контракт. Но у нас также есть другой вариант. Это бои. Также переговорили с КСВ, организацией, которая проводит в Великобритании и в Польше бои. И ей предлагают также возможность здесь организовать титульный уже сразу же поединок за звание чемпионки. Но в 52 килограмма. Там отличные гонорары, хорошие гонорары. Но мечта Ани это UFC. И поэтому, как вот понять, Беллатор не та весовая категория. Есть опасность, потому что все-таки большая весовая категория. Но престижный промоушен и хорошие гонорары. КСВ, если она победит, хорошие гонорары. И дает возможность дальше в UFC двигаться. Почему? Потому что пояс уже у нее GFC есть. Если будет пояс КСВ, то это больше шансов в UFC. Та самая мечта. И уже в нужной, в своей весовой категории. Вот либо синица в руке, либо журавль в небе. Вот мы сейчас думаем. Что ты думаешь, Аня? Журавль в небе? По принципу. Мне честно, мне как бы решить так будет. Мне какая разница, где драться. Даже за этим чаем мы пока не можем прийти к правильному или вообще какому-то решению.